Неожиданно я тут решила сделать прямой эфир, сидела, возилась вот с тестом. Сейчас жду, чтобы его разделать и думаю, дай-ка я с вами пока пообщаюсь, пока оно у меня тут еще доходит, потом еще будет идти. Что я делаю? Я делаю экспериментальный замес. Это будут изюмные булки, которые скоро должны появиться у нас во втором модуле. Но это пока как бы между нами, как говорится, пока их там нету. И пока они у меня на проработке, я не знаю, сколько я еще захочу их сделать. Иногда, знаете, так бывает, что ты думаешь, вроде бы, ну вот все, готово, да? А потом раз, и что-то нет, надо еще протестировать, нет, надо еще лучше сделать, нет, так мне не нравится. И получается, что ты делаешь еще там 25 проработок, и все равно еще есть что докручивать. Бывает и такое, а бывает со второго раза, опа, и все готово. В общем, вот это пока у меня ближе к первому варианту, то есть когда я делаю много проработок и не знаю, когда я вообще остановлюсь. Потому что мое такое вот видение всех вот этих вот десертных штук, когда мы там вот заморачиваемся именно для вкуса, для удовольствия. Смысл в том, что, ну помимо того, что это на закваске, что это все равно должно быть безвредно или минимально вредно, да? Ну лучше вообще безвредно, а еще лучше полезно, и чтобы худеть от этого, да, как говорится. Вот, так вот, если мы уже делаем что-то такое десертное, то это должно быть настолько бомбического вкуса, и настолько вот просто нравится, что вот это должно быть выше всего. Иначе просто нет смысла заморачиваться, да, иначе хлеб маслом можно намазать и поесть, да? Зачем еще сильнее заморачиваться? Так, какую печь посоветуйте для домашнего использования дешевле, чем, я даже не знаю, что это, ровко или ровцо, как правильно читается. Для домашнего использования всякие варианты духовок, на самом деле, достаточно широкий такой их диапазон будет. Так, по духовке, смотрите, самое главное, чтобы в нее была максимальная температура как можно выше. То есть из духовки, которая, допустим, дает 250 градусов, на ручке заявлено, да, и духовка, которая дает там 300 градусов, конечно, 300 будет предпочтительней, сильно предпочтительней, да. Если у нее есть еще всякие там, ну, естественно, в современной будет, да, есть конвекции, есть разные режимы работы, это вот так круто, то есть это нужно брать, и это именно такое нужно выбирать. Вот, но сейчас штука в том, что они и в недорогом сегменте тоже есть достаточно, ну, качественные, да, то есть они вам эти градусы выдадут по-любому. То есть если вы не хотите прям вот особо тратиться, да, то можно и в достаточно недорогом сегменте получить нормальную духовку. А если уже вы хотите там заморочиться, чтобы у вас там с паром, чтобы она еще со светом музыкой была, эта духовка, тогда как бы за ваши деньги любой каприз там сделают, но просто главное следите за температурой, потому что если она не выдает вам высокие градусы, то все остальное будет немножко бесполезно. Так, я дальше попозже дочитаю. Рецепты домашней выпечки. Какие вы классные, мои дорогие. Чтобы заняться домашней выпечкой в нашем варианте, если вы, я чувствую, со мной не знакомы, и на всякий случай, если кто-то еще со мной не знаком, меня зовут Наталья Карнашова, и мы с мужем заморачиваемся всю нашу хлебную десятилетнюю дорогу делать хлеб и все остальное исключительно на закваске. Без каких-либо промышленных химических улучшителей, тем более без промышленных дрожжей, и без всякой, короче, любой фигни, ненатуральной. Я думаю, слово фигня очень хорошо здесь описывает. Я знаю, что вы не любите, вернее, любите придираться, когда я такие слова говорю. Для многих фигня это сильно не литературно. Так вот, оно очень сильно описывает тот список ешек и тот список всяких добавок, которые вы можете увидеть в любом промышленном хлебе, зайдя в любой магазин. Так вот, мы делаем это все без всяких добавок. Мы делаем самостоятельно закваску. Мы вас учим делать самостоятельно закваску и, соответственно, на ней уже все готовить. Так вот, рецепт домашней выпечки начинается с закваски, с освоения, работы с ней. Вот, и все это очень такой длительный и замороченный путь. Я тут немножко руками пошуршу. Надеюсь, что у меня будет получаться одновременно и говорить, и шуршать. А вы, может быть, немножко угадаете, что за тесто. Может быть, оно у меня даже сейчас красиво вылезет. Вылезет красиво. Ага. Ну, почти красиво, почти вылезло. Вот, поэтому этот процесс такой достаточно долгий. И я отвечаю на вопрос про рецепты домашней выпечки. И освоение закваски, оно идет достаточно немгновенно. Это встраивается во времени в вас, как вождение, например. Так вот, до выпечки мы доходим после хлеба. И все это у нас длится в домашнем курсе, в котором более 100 уроков. Соответственно, вот с сотого по 150-й примерно будет рецепт домашней выпечки, рецепты. А до того, ну, скажу я вам сейчас, возьмите 100 грамм муки, 100 грамм воды, испеките час. Что вы с этого сделаете, ну, ничего. Поэтому, как я вам тут дам, я не понимаю. Вот. Так, привет. По безглютеновой выпечке можно печь хороший хлеб на закваске. Да, конечно, мы его и делаем на закваске. У нас это, правда, в отдельном курсе. И, возможно, поэтому, если вы там в первом, во втором, в третьем модуле, вы его, конечно, не видите, потому что безглютеновая тема, она отдельная. Он, честно говоря, посложнее, чем... Чем женой, а чем пшеничный. Потому что там почти нечему бродить и абсолютно нечему тянуться. Вот. Поэтому, если вы хотите и тот, и тот, то сначала, если вам есть, кому есть ржаной хлеб, да, и пшеничный, то лучше попробовать на нем, а потом уже делать безглютеновый. Вот. Но если таких вариантов нет, если вам некого даже угостить таким хлебом, то, конечно, можно начать из безглютенового. Это нормально. Тоже нормально. Так. Сейчас, секундочку. Мне нужно развесить вот этот кусок теста. И потом я буду опять долго говорить. Собственно, что я сейчас делаю? У меня этот процесс начался вчера утром. Сегодня вечером он еще в процессе. Он не требует много моего присутствия, но, тем не менее, он растянут во времени. Это, собственно, вот история про закваску, да. То есть, это процесс, который растянут во времени, который требует частого принятия решений. Для этого принятия решений вам просто нужно понимание. Что, как делать, на что смотреть. Вот. В общем, сейчас у меня тесто дошло до разделки. Я его разделаю на, собственно, булки. И потом мы их с вами будем формовать. Вот такие вот дела. Если кто-то сегодня смотрел мои сторисы, то это, собственно, было это самое тесто. Ну или наоборот, то самое тесто из сторисов сейчас у меня в руках. Так. Прямо буквально чуть-чуть еще, и я буду дальше читать ваши вопросы. Спасибо огромное за рецепты. Я подсела на домашний хлеб, очень счастлива. Очень понимаю. Очень-очень-очень понимаю. Это действительно круто. И как бы один раз попробовав домашний хлеб, настоящий, да, заквасочный, который длительного брожения, уже просто вернуться на промышленный действительно невозможно. Так. Все, весы мне больше не нужны. Так. Из чего вы делаете закваску? Закваску мы всегда делаем и из муки, и воды. Мы делаем ее сами. Мы ничего туда не добавляем. Никаких сахаров. Никаких, вообще ничего. Просто, понимаете, мука и вода. Что там происходит у нас в закваске? В закваске на муке, которую мы берем, мы берем ржаную обдирную муку. Ой, спасибо за лайки, очень приятно. Ставьте, пожалуйста. Мы берем закваску ржаную муку обдирную. В ней на оболочке отрубей жили бактерии, которые, попав к нам в банку, впадают, соответственно, в облаженную теплую среду. Они начинают размножаться. И получается, что мы таким образом получаем брожение. Вот и все. И это тот самый процесс, который существовал всю историю человечества, всю историю жизни на земле. Именно этим процессом мы учимся управлять, когда работаем с закваской. Вот и все. Когда вы слышите, что что-то сделано на дрожжах, то это имеется в виду чаще всего промышленные дрожжи, которые были изобретены сто лет назад. Они бомбически удобны в работе, но они ничего полезного не несут. Они меняют природу процесса. Уверена, что те, кто меня давно читают, вы уже в курсе. Я регулярно про это пишу, что, в принципе, промышленные дрожжи очень сильно меняют вообще природу того, что происходит в тесте. И, соответственно, мы там получаем другой абсолютно продукт. Вот именно из-за этой разницы, из-за этой неестественности мы эти дрожжи не используем. Мы используем только то, что есть в закваске. Пику купила подруги на 2-й первый модуль, причем вместе. Спасибо за поляризацию этого направления, это круто. Спасибо и вам, пеките, пеките. Прошло 2 месяца, я на 28-м уроке. А это не имеет значения абсолютно, потому что, как вам объяснить, как говорится, у нас дорогу осилит идущий, да, и чем медленнее вы идете, тем лучше вы все освоите. Можно, на самом деле, там проскочить сразу, если кто там смотрел. Можно проскочить и буквально за 3 хлеба дойти до белого. Но как бы вы при этом не так сильно набьете руку, как если вы это все пройдете очень тщательно. В этом большая разница, на самом деле. И для вас лучше, чем вы медленнее идете, чем вы тщательнее идете, тем, собственно, и лучше. Поэтому не надо за это переживать, все хорошо. Как бы здесь вас никто не выгоняет, мы совершенно четко понимаем, что вот этот процесс освоения вами навыков, он занимает время. Ему невозможно научиться за неделю, невозможно за неделю дойти с нуля до белого хлеба. Мы это прекрасно понимаем, поэтому мы вас никуда не выгоняем. Мы вас никакие доступа не забираем. Вы можете пересматривать уроки миллион раз. Вы можете просить у нас, ну, присылать нам ваш хлеб и получать обратную связь по нему не один раз, а столько, сколько вам нужно. Именно для того, чтобы у вас получился результат. Так, я разделала тесто. Как видите, это все недолго занимает. Я дольше говорила, дольше там что-то пыталась одновременно два дела делать. Но в целом это все достаточно быстро в рамках, когда вы делаете домашние буханки, в рамках домашних потребностей на семью, это все достаточно быстро. Так, несколько слов про полбу и что из нее вкусное получается с хлебов. Ну, смотрите, полба, если кто не знает совсем, полба это зерно, дальний, древний родственник пшеницы. По идее он сейчас не селекционированный до сих пор. То есть, если вы где-то нашли полбу, то оно будет по умолчанию неизмененное. Со многих точек зрения это преимущество. И преимущество в том, что она получается менее аллергенна. И те люди, у кого проблема с глютеном, с пшеницей, они часто, переходя на полбу, не испытывают этих проблем. Особенно, если это ферментированное тесто. Это не значит, что это абсолютно безглютеновое. На всякий случай, многие люди мои слова трактуют почему-то так. Это не значит, что она безглютеновая. Но это значит, что если вы на таком пограничном состоянии, то ли вы реагируете, то ли нет, скорее всего на полбе у вас уйдет вот это вот напряжение, да, напряженная реакция на то, что вы едите. Если у вас нет проблем, то, соответственно, в моменте вы ничего не почувствуете. По вкусу. Полба достаточно твердая, полба достаточно грубая. И ее чаще используют на какие-то там макароны, на кашу, на какие-то вот более грубые изделия. На хлеб чаще идет спельт. Это другой собрат пшеницы. И спельта сильно мягче. Вкус у них, ну, у спельты нежней, у полбы он грубей. Трудно его как-то прям конкретно описать, но это на вкус прям явно различимо. Он с одной стороны чем-то похож на пшеницу действительно. То есть вы получаете примерно то же самое. Но вы по вкусу чувствуете, что явно другой оттенок. Поэтому, если не пробовали, то обязательно советую попробовать хотя бы. Спасибо за сторисы с обзорчиками магазинов. Здорово. Рада, что вам нравится. А если у вас есть еще идеи, где, откуда вы бы хотели, такие, ну, это не сторисы, это и ГТВ называется, когда длинный видос в вертикальном формате. Вот сейчас у нас с вами называется прямой эфир. А когда это лежит в ленте, то это просто и ГТВ видос загруженный. Вот. Ну, не суть на самом деле. Если вам есть еще какой-то магазин, который вам интересен, то пишите. Возможно, я сделаю тут тоже обзор. Какой вес булок? У меня сейчас примерно 170 грамм. Вообще, я хотела, чтобы они были поменьше. Мне кажется, это и так too much. Вот. Потому что, вы же знаете, невозможно съесть половину булки, да, большинству людей. Невозможно съесть там треть булки или три четверти булки. То есть, если человек начал есть булку, он уже всю съест. Вот. Поэтому вес, я считаю, что нужно подгонять вот здесь под какой-то такой параметр разумный, да. Можно это сделать вообще, булку вот такую, это уже будет прям как хлеб. А так хочется, чтобы она была вот взял, съел, молодец. Как-то так. Главное, что за второй не полез. Поэтому я хочу, чтобы она была еще меньше, где-то, может быть, в итоге в тесте 120 грамм. И в булке готова 120 грамм, а в тесте, ну, это будет где-то 140-150. Ну, я еще пока в процессе. Закваска лучше на ЦЗ или обдирной муке. Вообще, лучше на обдирке. Цельнозерновую можно чуть-чуть хорошо добавлять. И то потом, когда вы уже будете с большим опытом. Лучше начать с обдирки. Это вот универсальная рекомендация, которая везде работает. А на ЦЗ только пекаре, ну, как бы, когда вы уже очень много попечете, когда вы с большим опытом, тогда вы сможете сделать на ЦЗ. Прохожу второй модуль. Спасибо огромное. В каком-то уроке слышал, что необязательно делать закваску на белой муке. Значит, белый хлеб из добы можно делать на ржаной закваске. Здрасте. Вы проходите у нас второй модуль. И вы только об этом услышали. Мы вообще весь второй модуль, весь белый хлеб второго модуля делаем на ржаной закваске. То есть там исходник закваски ржаной, потом она быстренько у нас переходит в белую и все делается на белой. Конечно, можно и нужно. Это самое-самое удобное. Чем хранить дома 150 баночек с закваской, чем возиться с белой, за которой надо намного тщательнее ухаживать. Конечно, лучше делать это на ржаной закваске. Для домашних целей вам вообще без разницы, какая там закваска. Вам важнее удобство. Так вот, в плане удобства намного-намного лучше ржаная закваска. Вечер добрый-добрый. Хофф там тоже. В Хофф уже был разбор. Причем не так давно. Мне кажется, он был в ноябре. Но поскольку я сейчас не постила много, вы вот так вот два раза, мне кажется, пальцем сделаете или три, и найдете этот пост. Что взять в Хофф было. Там, правда, классно. Так. Посоветуйте ржаной муку из супермаркета. Еще вопрос, где заказать муку качественной для выпечки хлеба. Значит, у меня ссылка в шапке профиля. Называется... Где-то там вот посерединке кнопочка будет. Называется «Купить инвентарь», «Камень, лопату», что-то там еще, может быть, «Формочки» написано. Я не помню дословно название кнопки. Вот. Там будет вот «Купить что-то для хлеба», и вот это «Купить что-то», там «Камень, муку, инвентарь» и так далее, там, собственно, и будет мука. Там будет белая для каких-то белых, крутых, замороченных хлебов. А ржаную я не знаю, в каком вы регионе, поэтому я вам сейчас не буду ничего советовать. А так, опять же, посмотрите мои последние обзоры из магазинов. Я в каждом магазине, где это актуально, захожу в отдел с мукой и говорю, какую брать, в том числе и из ржаной. Если вам доступны эти сетевые. «Очень многие западные пекари комбинируют закваску и прессованные дрожжи». Как вы относитесь к этому? Я к этому никак не отношусь и не считаю, что это стоит делать домашнему пекарю. Смотрите, в чем смысл. В закваске есть две микрофлоры. Я сейчас, может быть, страшные слова скажу, но вот просто примите. То есть, там две микрофлоры. Одна есть молочно-кислоя микрофлора, которая нам дает вкус. Другая – естественная дрожжевая. Это вот то, что было в природе всегда, то, что есть в сыре, в вине. То есть, это то, чего не надо бояться в квашеной капусте. Природное и естественное соотношение двух микрофлор – это очень много молочно-кислой на одну единицу дрожжевой. Вот это очень много, очень сильно зависит от закваски. То есть, в одной закваске там будет 30 к одному соотношение, в другой – 50 к одному, в третий – 100 к одному, а в четвертой – 1000 к одному. То есть, молочно-кислой микрофлоры очень-очень-очень много, во много раз больше, чем естественный дрожжевой. Что происходит, когда вы добавляете дрожжи? Вы этот баланс очень сильно сбиваете. Нереально сильно сбиваете. Соответственно, получается и другой результат. У вас, да, у вас визуально, конечно, все очень красиво, но вы сократили время. И у вас в итоге, ну, то есть, там надо сильно заморачиваться, чтобы на вкус это не повлияло. Но, как бы, и все равно смысл теряется. Вы все равно сместили баланс микрофлор. Вот, поэтому я к этому отношусь отрицательно. Если вы это хотите сделать своими руками, то, собственно, зачем, да? Если вы как-то сомневаетесь в закваске, то, значит, надо поработать со своим пониманием закваски. Со своим пониманием, как она работает, что ей нужно, в какой момент, да? Это просто нужно понять, почувствовать. Примерно как езда на велосипеде. То есть вы учитесь на велике ездить один раз, да, потом ездите всю жизнь. Я думаю, тут большинство людей умеет хоть как-то ездить на велике, да, и ваши родственники умеют ездить на велике. И все знают, что вы один раз научились, и потом всю жизнь, в принципе, ну, этим можете пользоваться. Вот здесь примерно то же самое. Вы один раз поняли, как за ней ухаживать, вы один раз разобрались в главных параметрах, там, что, куда, зачем и как. После этого вам как бы особо не нужно уже, то есть у вас нету проблем с этим. Вы уже смотрите на закваску и понимаете, что с ней происходит. Вам не нужно ничего туда подкидывать. Вот, как-то так. Какую муку посоветуете? Макс Рязаночка Пудов. Ну, смотрите, очень все меняется реально. Несколько лет назад Рязаночка была просто бомбическая. Просто шикарная мука была. Сейчас она может вообще не работать. То есть очень сильно зависит и от года, и от партии. Вот. И от поставки. Поэтому может работать, может не работать. Надо смотреть конкретную пачку муки. Пудов тоже, смотря какая, я не сильный прям вот фанат обычной муки Пудова, но когда мне нужен какой-нибудь там солод или что-то еще такое, то Пудов классный вариант, особенно с учетом, что их сейчас доставляют все, кому не лень. И, ну, достаточно удобно его достать. Так. В моей закваске нет йогуртового запаха. Как говорите вы, она пахнет кислым резким, она прекрасно поднимает тесто и хлеб. Моя закваска хорошая, зрелая, и с ней что-то не то. Вы, скорее всего, пропускаете момент ее пика. И берете ее в тот момент, когда она уже прошла этот пик. Так. Как состав пшеничного хлеба влияет на длительность свежести в хранении? Сахар и масло увеличивают этот срок. Ну, пшеничный хлеб вообще по определению это пшеничная мука, соль и вода. Ну и, соответственно, закваска. Сахара и масла в этом хлебе не предусматривается. Это уже не хлеб, это уже почти с добы будет. Вот. Поэтому как бы вы определите, вы все-таки с добы или вы все-таки хлеб. Если хлеб, то там ни сахара, ни масла нет. Соответственно, ой, и как бы какие у вас проблемы вообще с хранением, если заквасочный хлеб, он и так долго хранится. То есть он хранится спокойно, неделю вообще без проблем лежит. После этого он, ну как после этого, он постепенно просто немножечко подсыхает. Вот. Если вам нужно сохранить его больше, чем на неделю, то его проще нарезанный забросить в морозилку и все. Если вы хотите поэкспериментировать, окей, можно оставить, но он просто будет быстрее подсыхать. То есть какие у вас проблемы, в принципе, с хранением хлеба, я не понимаю. Или вы хотите, чтобы он у вас абсолютно свежим, лежал идеальным, там, три недели, и через три недели был, как будто вы его только что достали из духовки. Ну, наверное, это через чур, правда. А если у меня отсутствует обоняние, смогу я печь хлеб, определяя визуально закваску на готовность? Да, сможете без проблем. Запах – это только один из порядка пяти-семи параметров, по которому мы определяем готовность закваски. Поэтому, да, это, ну, как бы такой важный элемент, но если у вас его нет, то можно сориентироваться без него. Главное в этом – это понимание, да, чтобы вы знали, на что смотреть, чем мерить, то есть как определять это визуально. Кстати, по закваске. Хотела сделать вам прямой эфир, именно по закваске, потому что очень многие люди, у меня, прям это моя боль, многие люди не отличают то, что происходит в закваске вообще. Вот, и некую такую базовую, ну, не то чтобы прям лекцию, но, в общем, что-то типа лекции я хотела сделать давно уже в прямом эфире. Давайте я сделаю это на следующей неделе, сделаю также в среду, и я, конечно, еще сделаю анонс, чтобы вы на него пришли. Как хранить хлеб в морозилке? Мы его, во-первых, обязательно нарезаем, и здесь у нас есть баланс. Если вы ни о чем не паритесь, о количестве еды не паритесь, то вы можете просто его, когда он остыл, нарезать, закинуть в морозилку, нарезанный, все. В течение месяца вы его потом достаете или на сковородку, тогда, соответственно, за 5 минут он у вас оттает, или достаете из морозилки и кладете на, там, при комнатной температуре, за 30-40 минут он у вас оттает полностью, и вы не отличите его от свежака. Но, если вы паритесь о количестве съеденного, то его лучше разрезать, когда он полежит денек, а лучше 2, потому что вы его тоньше нарежете, и, соответственно, у вас в каждом кусочке будет меньше калорий. А когда хлеб суперсвежий, у вас получается, что, ну, у вас куски такие, там, у вас буханка на 3 кусочка порежется, и все. Вот, а потом вы достаете, и вот этот кусочек весь ваш, вы его, конечно, съедите. Поэтому вот просто в этом разница, а так глобально мы его нарезаны, убираем туда, и все. В чем хранить пшеничный ржаной хлеб? В пакете в полиэтиленовом, в новом абсолютно, в полочке, там, где не скачет температура влажность, при комнатной температуре, все. Вот. У меня, кстати, есть куча постов на тему хранения хлеба, там чуть-чуть разные детали затронуты в этих постах, и их можно найти по тегу «все через нижнее тире» «карнашова хранение хлеба». И все, все вот эти слова через нижнее тире. Как вы относитесь к хлебным смесям? Хороший вопрос, очень и очень и очень негативно, потому что по той же самой заморочке, что туда вбухивают кучу добавок. Что такое смесь? В смесь идет то, что нельзя продать как отдельный цельный продукт, то есть то, что имеет хуже качество. Поэтому берется что-то средненькое, с чем-то ужасным, смешивается, сдабривается хематой, и продается вам как хлебная смесь. Это не то, ради чего стоит тратить свою силу, время, что-то готовить, чтобы вот это вот взять. Лучше взять что-то более простое, понятное, нормальное и цельное. Мы, конечно, с вами не все можем брать там зерно, не все можем там смалывать его, да, вот не настолько заморачиваемся. Хотя можно взять, понятно, но куча с чистым составом, вот, и туда ничего не добавлять. Тостер из морозилки можно. Знаете, у меня нет тостера, я никогда им не пользовалась. Гипотетически, я думаю, что можно, но практически я боюсь, что он просто не успеет оттаять. Поэтому, если у вас есть хоть какие-то там минуты, да, я так понимаю, тостер – это история про утро, поэтому, если вы утром встали и достали его из холодильника, из морозильника, да, и положили при комнатной температуре, пока вы там собираетесь и варите кофе, уже там 20 минут пройдут, хотя бы, да. И вот после этого времени уже, я думаю, он прожарится. Пеку в газовой духовке пшеничный получается в идеале, а ржаной пекла раз пять, по-разному и все время липкий. Почему это из-за духовки? Нет, это не из-за духовки, это из-за того, что что-то вы сделали не так. Соответственно, разберете, что сделали не так, будет все нормально. Как бы сбалансировать приправу при замесе, чтобы он был вкусняшкой. Ну, смотрите, на самом деле с приправами, со всякими там вот с изюмами, с семечками. Есть один простой лайфхак. Пожалуйста, учтите его. Мы сначала делаем базовый хлеб без ничего, без никто, вообще без никто. Делаем его вкусным, то есть мы отрабатываем работу с закваской, работу с опарой, порядок, время, интервалы, замес. Вот это вот все, это все очень сильно влияет. Мы отрабатываем это все, отрабатываем, чтобы это на вкусе, на конечном, сказывалось положительно. Соответственно, когда у вас бомбический вкус у базового хлеба, вы добавите уже деликатно все свои специи, и это будет круто. Но если у вас... Я просто часто наталкиваюсь, особенно где-то, когда смотришь в продаже, да, что происходит? Берут просто тесто, фигачат в него семечки, ты ешь этот продукт, если ты его пробуешь, да, и ты понимаешь, что ты просто ешь эти семечки. Или ты ешь эти специи, это тесто, там, не то что нет, но нет вкуса. То есть тесто сам по себе, продукт отсутствует. Ребята, если я хочу поесть семечки, я куплю семечки и поем семечки, да. Но если я купила хлеб, то я хочу хлеб. Вот. И это, на самом деле, не только проблема у нас. У нас это вообще везде и на каждом шагу любой хлеб. Вот вы в магазине купите, да, если он там с чем-то, то вы не почувствуете там хлеб, вы почувствуете там именно эти семечки или те приправы, которые там есть. И эта проблема также и за границей есть. То есть это не то, что с нами прям совсем что-то не то, хотя с нами тоже что-то не то. Вот. Но это везде, в общем. Очень часто, наверное, я думаю, сейчас кто это испытывал, тот сейчас скажет, ага, типа, со мной тоже такое было. Ты берешь и ты понимаешь, что, ну, как бы, а там семечки, да. Если я хочу семечки, ну, я куплю семечки. Почему нельзя хлеб с вареньем? Ну, как вам сказать нельзя? Кто вам сказал нельзя? Если вам сказал врач и нельзя именно вам, ну, тогда, конечно, это проблемка. Но если очень хочется и прямо иногда, то, я думаю, можно. И главное, чуть-чуть. И, кстати, вот насчет этой темы, у меня тоже есть такая заморокка. Я тоже считаю, что вот это нельзя, вот то вредно. Ну, я понимаю, почему вам говорят нельзя, потому что хлеб – это долгий углевод. В идеале, если это заквасочный, то это долгий углевод. Если это не заквасочный хлеб, то это быстрый углевод, это еще хуже. Вот. А варенье – это сахар. И это тоже углеводка. Если мы смешиваем с вами сахар с углеводом, то мы получаем интенсивное брожение у вас внутри. Поэтому считается, что это лучше не делать. Я так не делаю, и я не понимаю тоже, как это можно есть. Вот. Ну, потому что мне будет некайфово. Если я хочу варенье, я могу съесть отдельное варенье. Если я хочу… То есть для меня хлеб и варенье не сочетаются. Но я знаю, что это мой таракан. Таракан в голове, да. И для большинства людей это не так. Им нормально. Хлеб, варенье, они все вместе. Еще шоколадную пасту туда добавят, им будет окей. Вот. К чему я это вела? Главное – это количество. Даже если вам что-то хочется. Но вы знаете, что это вредно. Держитесь за количество. То есть лучше съесть, когда мне хочется чего-то этого чуть-чуть, чем себе запрещать, 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 смотреть, как другие едят, закручивать вот эту вот пружину, а потом она как-то бабахнет, и вы там три батона с тремя банками варенья съедите за вечер. Да, ничего хорошего из этого точно не будет. Вот. Поэтому здесь это уже такой больше, ну, не хлебный совет, а просто из области здравого смысла, да, с едой. Как убрать кислинку из пшеничного хлеба? Вам нужно отмотать ваши действия назад, понять, где вы что делали или не так, и скорректировать эти действия. Там причин может быть миллион. Может быть, вы накосячили с закваской, может быть, вы накосячили с опарой, может быть, вы накосячили с замесом, вернее, с тем, что после него, соответственно, с расстойкой, да. Может быть, вы накосячили со всем этим одновременно, то есть сделали несколько ошибок подряд. Вот. В общем, надо разбирать. Там можно на любом этапе что-то такое натворить. Читала про мочку. Семечки надо замачивать. Очень сильно зависит от семечек, от того, каких именно. Чаще всего замачивают льняные, все остальные не критично. Как в газовой плите получается корочка, если учесть, что она греет либо сверху, либо снизу, а про верхний нагрев не регулируется по температуре. Это очень крутая духовка. Называется Challenge Пекарю. Надо тестировать. Корочка, если учесть, что она греет либо сверху, либо снизу. Смотреть, при каком из этих режимов она выдает наибольшую температуру. Это тестируется отдельным термометром. Ни в коем случае не тем, что встроено в нее миллион лет назад, или даже если это было встроено вчера. И это тестируется отдельным термометром. Соответственно, когда вы вот этот ответ получите, то уже с этим смотреть, что можно дальше с ним сделать. Верхний нагрев не регулируется по температуре. Ага, значит нижний регулируется. В общем, я бы там смотрела. Чему хлеб плесневеет? Смотря какой. Обычно, смотрите, у наших учеников такого нет. У нас, кто приходит к нам в курс, они, во-первых, быстро приходят к тому, что я ноль ничего не умею, у меня вот духовка есть и все. К тому, что у них появляются нужные инструменты, они разбираются с закваской, что и как с ней делать. Они достаточно быстро начинают печь первый хлеб и переходят на то, что спокойно его делают. Он у них не плесневеет. Во-первых, потому что они его делают регулярно, едят регулярно, и он хорошо хранится. И он заквасочный. Почему может заплесневеть гипотетически заквасочный хлеб? Он может заплесневеть, первое, от проблемы с мукой. То есть, если мука была чем-то заражена, то, соответственно, у вас, кстати, может вылезти проблема с закваской тогда, и может, соответственно, все повлиять на хлеб. Вторая причина, и она наиболее частая, то, что вы сами своими руками накосячили. Очень просто. Взяли мокрыми руками, отрезали хлеб, убрали в пакет. Здравствуй, плесень. Или второй вариант. Вы положили его где горячо. Или вставили на солнце, соответственно, там появился конденсат. Я это имела в виду. Вот, конечно, это все приведет к тому, что он у вас будет лежать там не две недели до того, как заплесневеет, а то, что он заплесневеет через день-два. Вот, поэтому причина, она чаще всего именно лежит в тех, кто у кого, соответственно. Еще, кстати, часто бывает, у тех, кто переходит с покупного хлеба на свой, если вы пользовались какой-нибудь хлебницей или хранили хлеб в определенной полке, то, соответственно, положив туда, там, где плесневел магазин, если вы туда кладете хлеб заквасочный, там тоже в итоге может это все зацепиться, но не так легко уже будет этой плесенью там зацепиться. Мифы, о котором так сильно распространены, что я, наверное, буду еще сто лет с транспарантами вот так вот ходить, и все равно будут люди, которые будут греть закваску перед подкормом. Надо ли стартер из холодильника держать на столе, сделать из него подкормленную закваску, потом часов через восемь готовить и часа через четыре теста? Нет, не надо, вы перепутали все. Во-первых, не надо закваску из холодильника греть. Не надо это делать, если у вас сейчас есть этот вопрос, почему вам обязательно нужно прийти через неделю в следующую среду на такой же прямой эфир ко мне про закваску. Я там буду это тоже объяснять. То есть ее надо кормить сразу. Вот вы достали из холодильника и сразу подкормили. Лайфхак. Если вы ее достали, например, перед ужином, чтобы покормить после ужина, ну, типа, сейчас я тут дела доделаю, там, поем, посуду помою, и потом я подкормлю закваску. Так вот, пожалуйста, не доставайте закваску, поставьте себе пачку муки перед носом, чтобы вы, глядя на муку, а, вспомнили. Но не ставьте закваску, потому что вы в этот момент очень сильно ее закисляете, если в двух словах говорить, да. Не надо думать, что ей надо нагреться. Ей не надо нагреться, вы ей только хуже делаете от этого, и я потом покажу в следующем... На следующей неделе я покажу, почему. Если вы не верите, вот, как бы, когда вам говорят, то... и вам нужно прям вот объяснение, то вы его получите через неделю. А если вы, окей, поняли, то просто перестаньте так делать. Перестаньте ее греть, и у вас уже хлеб улучшится. Кваска созревает за 5-6 часов, хорошо поднимается и разрыхляется, но запах кислый, кормлю через 12. Что не так? Ну, в вашем вопросе есть ответ. Если она у вас созревает за 5-6 часов, уже поднялась и уже рыхлая, то почему вы ее кормите через 12? Именно вот то, что вы кормите через 12, а не в тот момент. Привет из Канады. Вау, я еще никогда не была в Канаде, очень хотела бы там побывать. Купила вашу книгу, первый раз у меня получился хлеб. Игромное спасибо. Здорово, рада, что вам помогло. Вот смотрите, я, знаете, все время, я все время удивляюсь, насколько у нас разные менталитеты даже в нашем обществе. Вот одни люди сидят, как бы Канада, это если что, не следующая остановка по России, да, все знают, что это другой континент. И вот человек сидит в Канаде и захотел книжку, заморочился и купил книжку. Нашел, как ее там доставить, заказать и так далее. Это реально. А другой человек, на мой позавчерашний, да, пост про метро, если кто не видел, посмотрите, интересный магазин, где можно много чего купить, который есть по всему миру, по-моему. Вот где я была, куда я только не ездила, везде есть метро. Ну, понятно, что не в деревне, понятно, что в крупных городах, там, где имеет смысл быть гипермаркет, туда, там, где много бизнеса. Ну, короче, даже на островах есть метро. И вот, и мне, знаете, сколько народу написало, ааа, у нас нету метро, ааа, у нас там вообще ничего нет. Вы знаете, я вот не понимаю, вот зачем эти жалобы, да, вот зачем такая позиция, да, ну, если ты хочешь, ну, соберись, съезди, загугли, где это ближайшее к тебе, соберись, съезди, развлечёшься, прокатишься, развеешься, ещё какую-нибудь себе для хлеба штучку там купишь, ну, классно же, да, то есть, ну, как бы, ну, сделай. В чём проблема, ребят, да, то есть вот один заморачивается и достаёт себе что-то с другого континента, другой говорит, ну, вот всё, я дерево, я сижу, я не могу в магазин поехать. Ребята, у меня тоже не было метра, очень-очень много времени, мне до метра было два с половиной часа ехать, если не три по пробкам, и мы туда ездили, когда нам было надо. Вообще, если вот вам что-то надо, если вам интересно, если вы живёте далеко, да, вы жалуетесь, что, да, ну, были просто, мне очень много людей написало, что меня прям просто вот вынесло, ну, вот, ну, ну, как так можно, взрослые же люди сидят, я же понимаю, что мне пишут сейчас, не дети 12 лет, не дети 10 лет, им не запрещает маме никуда поехать, да, то есть, ну, как бы, если вам надо, то почему там трёхчасовая поездка или поездка на полдня отделяет вас от того, что вам надо, или там трата там нескольких там сот или тысяч рублей отделяет от того, что вам надо, да, ну, почему так, почему взрослые люди ноют и жалуются, мне кажется, это просто странно, да, вот, слава богу, есть другие, которые говорят, вот, я захотела, я далеко, но я вот нашла, заказала, сделала, вот, круто, прям вот такие меня радуют, из чего может быть запах ацетона у закваски, из-за того, что вы всё проспали, вы проспали, просто, вы проспали подъём, вы проспали пик, вы проспали спад, и вы уже просто пришли, вот, почти на кладбище, поэтому у вас запах ацетона, то есть, вам нужно раньше просыпаться, раньше выделять время, да, то есть, когда вы её подкормили, вам нужно раньше к ней подходить, потому что ацетон, это уже прям очень давно вы всё проспали, купила органическую муку для закваски, ошибка номер один, не сразу обнаружила, что в ней жуки, это не страшно, означает ли это, что надо радоваться, что она натуральная, да, это означает именно это, или стоит всё же выкинуть, ну, смотрите, два пути, первый, конечно, можно выкинуть, а второй, если для вас это огромная, ну, как бы, потеря, если для вас это существенная сумма, если вам сложно её дальше восстановить, эту муку, в смысле, купить новую, там, то можно, конечно, просеять, и надеяться, ну, как надеяться, она реально пропечётся, то есть, всё, что там жук наползал, оно пропечётся, реально, вот, значит ли это, что она натуральная, да, это значит, потому что жук в химичной муке никогда не заведётся, поэтому, круто. Добрый вечер, купила книгу, не совсем понятно, как делать опару в первом рецепте, читайте книгу, перечитайте 50 раз, если устанете листать книгу, а это действительно, как бы, ну, это вообще-то труд, да, и захотите, чтобы его кто-то вам сократил, взял за ручку, и сказал, что именно вам делать, именно сейчас, исходя из того, что у вас происходит, то welcome, приглашаю к нам в курс, там мы эту работу делаем за вас, то есть мы за вами следим, вы нам показываете фотки, видосики, что у вас происходит, а мы вам говорим, что вам делать, или как исправить то, что потом, то, что, вернее, это не потом, а до этого пошло не так, да, это тоже имеет смысл, это тоже очень и очень важно, как бы не пороть одно и то же, вот, как вот я делаю с одной и той же ошибкой, и делаю, и пеку так уже пять лет, с одной и той же ошибкой, и с ней смирился, нет, намного эффективнее, когда вы что-то сделали, разобрать, что пошло так, что пошло не так, почему, что поменять, да, и, соответственно, следующую выпечку поменять, вот эту работу мы с вами делаем в курсе, мы там вас берем за ручку с самого начала, и доводим до самого результата с хлебом в руках, горячим из духовки, и потом мы с вами еще разбираем ваш хлеб, и делаем не просто, чтобы вы его испекли, а чтобы вы его испекли идеально, чтобы вы испекли его легко, да, чтобы у вас получалось, чтобы было понятно, чтобы вам было, ну, наверное, как чистить зубы уже это совсем избито, да, чтобы вам было как сварить макароны, если хотите так, вот, а с книгой, я не вижу, что у вас происходит там, любите ли вы гречешный хлеб, да, он у нас в безглютеновом курсе, от чего зависит хороший мякиш в белом хлебе, и как добиться хорошего раскрытия упадового хлеба, ух, ну, смотрите, первое, это капитан очевидность, закваска и мука, о, фу, господи, закваска и опара, то есть, соответственно, если вы с ней поработали косячно, то раскрытия не будет, то есть, вы должны замесить на сильной опаре, чтобы тесто было сильное, тогда есть чему раскрываться, если вы замесили на сдохшей опаре, то у вас ничего не будет, но я думаю, что если вы используете слово раскрытие, то уже вы как-то дошли до того, чтобы у вас опара была хоть как-то нормальная, дальше, мы с вами берем высокие градусы в духовке, мы с вами берем крутую муку, и мы обязательно используем пар, все, ну, и, конечно, там уже в конкретной выпечке это будет зависеть еще от того, какие вы сделаете надрезы, тесто на Бородинске, формочки поднимаются за 7-8 часов, это нормально, ну, хотелось бы быстрее, конечно, вообще Боря может очень быстро идти, если вы в курсе и писали про него отчет, то задайте вопрос, что сделать, чтобы он быстрее поднимался, с другой стороны, очень прикольное время 8 часов, если вас все остальное устраивает, если вас устраивает вкус, там, мякиш, вид и так далее, я бы ставила тогда на ночь, перед отбоем, как говорится, замесила, поспала ночь, утром встала, у тебя тесто готово к выпечке, вот так здорово вообще, так, я должна его дальше доформовать, у меня уже пересох тут, поэтому я сейчас буду дальше, как это сказать, пошуршивать руками, может говорить буду чуть-чуть медленнее, но тем не менее, тем не менее буду делать, так, моя закваска хорошо поднимает хлеб, но когда хранится в холодильнике, через пару дней поверхность образуется что-то типа бархатистой поверхности, это плесень, в чем может быть причина, может быть это плесень, может быть это не плесень, собственно, и это есть весь ответ, я не помню, учитесь вы у нас или нет, если учитесь, то пришлите крупным фотку, если не учитесь, проверьте, чтобы у вас она была плотно закрыта и не заветривалась, потому что это может быть еще заветривание, почему черный с семечками при выпечке с боков слегка трескается, он у вас трескается, будучи в формочке или не в формочке, потому что как он может с боков, или там, где он вылезает из формочки, где он у вас трескается, трескается вверх он у вас, потому что не дорасстоялся, а вот с боков, ну или у вас жар неравномерный, или я вас не очень поняла, потому что по идее, то, что мы даем в первом модуле, Бородинский это черный с... кто не в теме, просто рассказываю, Бородинский это ржаной хлеб с тмином, кориандром и солодом, а черный с семечками, это, соответственно, тоже ржанно-пшеничный хлеб с тмином, господи, с тмином, солодом и с семечками. Так вот, они все формовые, и что у вас там трескается с боков, мне очень-очень интересно. Чем обрабатываете форму, чтобы не горел хлеб? В смысле, чтобы не пригорал? Если вы про это, то формочка смазывается подсолнечным маслом. Частая проблема, что бывает подсолнечное масло косячное, и у вас пригорает, даже при смазывании. В таком случае надо просто поменять масло. Скажите, если две недели не получалось поработать с закваской, можно ли еще ее реанимировать, или уже все? Нет, ей еще не все. Ее, конечно, можно и нужно реанимировать. Ее нужно скорее, бегом, прям вот прям сейчас, бежать и кормить. Не надо ждать еще две недели, не надо ждать еще нисколько. Вот прям сейчас, если я, надеюсь, вы дома, прям сейчас ее надо подкормить. Все. Нет, не все, ее надо подкормить хотя бы два, а лучше три раза. Не полениться выкинуть часть закваски, которая, соответственно, будет лишняя при подкорме. не побояться это сделать. То есть выкинуть это так же, как вы делали, когда ее выводили. Я надеюсь, вы это делали. Вот. И, соответственно, она у вас восстановится. Прямо такие вот девяносто пять процентов, что она восстановится. Если с ней было все нормально, изначально, то есть если вы базово за ней нормально ухаживали, она не была там никакая перекисшая, то сейчас она, конечно, восстановится. Но еще тянуть сильнее не надо. Что-то мне тут такое написают. Друзья, я, если что, русский и инглиш. Я там всякий казахский, украинский, белорусский. Я вообще не понимаю. Просто совсем. И тем более там другие языки СНГ. Я ничего не могу. Смотрите, как прикольно получается. С одной стороны у нее изюм как бы в пленочке, в тесте, а с другой стороны она вылезла одна. У меня все время такие. А вот здесь вот они торчат. Подглядывают такие. У меня все время такие штуки радуют. В магазине какая хорошая мука. В каком магазине? Хороший магазин. Вот вы сейчас отсчете за рекламу, а это нифига не реклама, это реально совет от души. У меня по ссылке в шапке профиля закреплен магазин, в котором просто все идеально. Вот. Вот прям не ленитесь, кликайте туда, там какая-то есть скидка по какому-то промокоду, она там написана. Вот. Чисто вообще люди, которые делают все круто от души, и они нашли, привезли, договорились ту муку, в которую мы верим. Которую мы, как в смысле верим, которую мы считаем хорошей. Вот там люди уже все заморочились, сделали за вас, для вас. Просто переходите и там заказывайте, где бы вы ни находились, там есть доставка по миру. То есть это не просто магазин физический, а там доставляют, отправляют. То есть все уже сделано идеально, ничего не надо придумывать. Когда вытаскиваю из формы черный с семечками, сбоку сразу под верхушкой небольшие трещинки. Но если они прям совсем-совсем-совсем небольшие, прям тоненькая полосочка, то не надо за это переживать, это вообще нормально. смотрите, там, где боковушка, еще нет формового под рукой, вообще никакого, там, где стеночка у хлеба в форме, получается, тесто контактирует со стеночкой. Там нету потока горячего воздуха напрямую на тесто. Там, где она заканчивается, у нас начинается, да, вот эта вот верхушка у хлебушка. И от температуры, от жара сверху, от конвекции, от всего, что в духовке жарит, и от того, что ее тесто снизу выталкивает, тесто расширяется от температуры, да, тесто делает финальный искачок в духовке, оно расширяется, и оно натягивается именно сверху. И получается у нас здесь уже и так тонко, и там как раз граница. Граница, где попрохладнее, граница, где сильно горячо. И там уже и так тонко, там уже и так все натянут. Потому что она там чуть-чуть трескается, это нормально. А вот если там она у вас уже сильно ее разнесла, и там еще какая-нибудь грыжа вылезла, вот это уже тогда явно что-то не то. Если у вас небольшая трещинка, это не страшно. Он остался при этом хорошим хлебом. Могу отправить фото в Директ. Если вы у нас учитесь, пожалуйста, пишите. На всякий случай, все, кто сейчас меня смотрит, если вы у нас учитесь, пожалуйста, не пишите мне в Директ. Я в Директе не вижу, что у вас происходит. Пожалуйста, пишите в курсе. Это хотя бы просто потому, что... Ну, чтобы вам ответить, нужно все видеть. Мы видим ваши предыдущие ответы, мы видим ваши все ответы в курсе, исходя из этого, отвечаем вам там. В Директе я этого всего не вижу, во-первых. А во-вторых, как бы я его могу проверить раз в день или раз в два дня. А вы хотите ответ как бы чуть-чуть побыстрее, как бы в Директе я вам ничего не должна. Я могу вас вообще забанить, и все. Поэтому не надо в Директ. Это вам ничего не сэкономит, и ничего не... Никак вас не продвинет. Я могу вообще... У меня тут какой-то был момент, я Директ проверила, не проверяла, наверное, дня три или четыре. То есть вы уже давно хотели, чтобы вам ответили, да, если вы в курсе, написали бы там, вам там в течение часа в районе того ответят. То есть в чем проблема? Как вы думаете, можно ли смазывать форму верхушку? Хотела перед выпечкой не подсолнечным, а топорным сливочным маслом, топленым, наверное. Ну, как бы у нас это не принято. Сливочным маслом смазывать хлеб, это ту мач. Оливковым маслом смазывать форму нельзя. Я везде это говорю, постоянно повторяю. Все равно находятся люди, которые все равно смазывают форму оливковым маслом. Сколько раз в неделю нужно кормить закваску из холодильника? Если вы имеете в виду для хранения, то два раза в неделю вообще вот так классно. Если забыли, то, как вспомнили, сразу бегом. Вот. Просто, опять же, если вы печете сейчас, вот примерно вообще в среднем, да, то лучше кормить вот так вот почаще. Оно у вас просто будет в более активном состоянии. Вот. Если вам в принципе сохранить, и вы сейчас не печете, и вы понимаете, что вы сейчас месяц ближайший вам не до выпечки вообще, или если уж вы соберете, то вы подкормите, раскормите, то можете кормить раз в неделю. Но на самом деле вот эти два, раз или два, это разница, и два сильно эффективнее. Я просто понимаю, что не всем это прям вот удобно, и иногда думаешь, ну что я буду кормить, я все равно не собираюсь печь. Вот. Тоже вариант. Нормально. Что вы печете? Я еще пока прям сейчас не пеку, я формую булки изюмные, вот, которые наконец-то у меня больше мне нравятся, чем то, что было раньше. Вот. В начале этого эфира я рассказывала, что иногда делаешь по 150 тестов, чтобы дошлифовать рецепт, если это можно так сказать, да, до идеального, дошлифовать воплощение до идеального, чтобы было действительно там и вкусно, и там, и красиво, и понятно, и удобно, и, в общем, чтобы все-все-все вот эти галочки, которые желаемые, да, я хочу вот так, 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 вот так, чтобы их всех, все эти галочки поставить, все это воплотить. В общем, пока я тут с вами болтаю, я что-то переоценила болталку, у меня уже тесто успело не только постоять, но и засохнуть. Что у меня получается? Сейчас вам покажу. Так вот получается. Немножечко, чуть-чуть, но тем не менее. Так, какой нужно есть хлеб, чтобы не поправляться? Вопрос никакой, а вопрос сколько? Это самый главный вопрос. И вопрос здесь не в хлебе, а в общем количестве еды. Вы можете есть хлеб и худеть, вы можете не есть хлеб и при этом поправляться. То есть, как бы, правда жизни в том, что вы поправляетесь или худеете от суммы съеденной еды и потраченных калорий. Если вы заливаете в бак бензина больше, чем вы проехали, то он у вас будет выливаться, то есть запасаться в жир. Вот, а если вы бегаете больше, бегаете это образно, если вы тратите больше, чем съедаете, то вы будете худеть. Если вы в балансе, то вы будете, соответственно, в балансе. Это неприятно, это оставляет, к сожалению, ответственность на вас, а не на хлебе или на нехлебе, на чем-то еще. Но вот тем не менее. Намекните, почему в женом кирпиче под корочкой пузырь? Так, блин, смотреть надо. Если это вы мне писали в директ, мне надо видеть все, что вы делали. Все этапы, вот с самого начала. Как вы что сделали, тогда будет понятно, почему. Там миллион причин, почему. Ну, не миллион, конечно, там их несколько, да, и из того, что вы делали, понятно будет, почему. Как можно записаться к нам на курсы? Очень просто. У любого блогера, у меня в том числе, есть ссылка в шапке профиля. Это когда вы нажимаете вот на мою аватарку, где мое лицо в кружочке, вот вы на него нажимаете, попадаете в профиль. Там написано «Помогаю заменить магазинных лет на ваш домашний, что-то там, бла-бла-бла-бла, еще, и потом идет лента с постами». Вот между вот этим текстом и лентой с постами есть не совсем черная, а больше такая синяя, темно-синяя, ссылка называется, активная. Вот вы ее нажимаете, попадаете на мой сайт. Дальше там вариантов уже, как сказать, окольных нет, вы там попадете куда надо. В L11 вы в курсе говорите, нужно 530 грамм. Вид хлеб-теста влияет на количество теста в форму. Если вы смотрите в конкретном рецепте, то это тесто уже именно столько. В целом, конечно, влияет, потому что разный вид теста, он по-разному поднимается. И если вы, например, возьмете белый, то он поднимется очень сильно в объеме, а если вы возьмете какой-нибудь ржаной, то он поднимется сильно меньше. Поэтому, конечно, влияет на 530 это ржано-пшеничный и белый. Если вы возьмете чисто ржаной, то там можно уже побольше положить, потому что он не так сильно подходит. Как вы относитесь к тому, что хлеб пекут в стеклянных формах? Скорее пекут дома, чем где-то на производстве. Но я не очень люблю сама делать в стеклянной форме, потому что найти стеклянную форму нормальной приемлемой формы очень сложно. Я еще не видела. У меня есть одна, но она на грани. Прямо вот ее бы чуть-чуть еще вытянуть. Поэтому я не фанат стекла, хотя глобально это было бы неплохо. На самом деле это не проблема. У нас в курсе есть прям после первого хлеба сразу есть отдельный урок, где я показываю, как просчитать все-все-все шаги, если вы хотите сделать не одну буханку, а больше. То есть в любом хлебе это будет работать, потому что правила не едины, и там самое главное это пересчитать правильный грамот на закваску и опару. Вернее, опару и закваску. И отмотать вот это вот все назад и сделать все именно четко. Оказалось, что для меня я просто мотан, и для меня это легко и просто. Оказалось, что очень многим людям это немножко стрессово и вообще непонятно как, поэтому у нас в курсе есть прям отдельный урок, как просчитать вот все прям четко-четко, как вывести все эти граммулечки, если вы хотите сделать там не одну буханку, а три или пять, там уже не важно. Там дается вам навык, дается пример, и как бы освоив его, вы на любое количество сможете пересчитать, которое вы захотели испечь. Надрезы нужно делать только специальным лезвиям или можно использовать любое. Так, погнали сюда. Надрезы можно делать любым, но те лезвия, которые кладет подобный набор, они считают, что они более там дольше сохраняют свою остроту, вот, и как-то они должны вот в этом плане лучше работать. У нас такой поток и такой идет замес в кавычках в этот момент, а не в буквальном смысле, что я прям вот четко не замеряла, что там вот это лезвие действительно в три раза дольше работает. Не знаю, но оно позиционируется как то, которое дольше сохраняет свою остроту. Вот, а в целом, конечно, можно использовать любое и наверное, главное использовать, да, не то, что там не гоняться за специальным. Кстати, не каждое специальное лезвие будет удобно. То есть, если вы зайдете там, где-то наберете в продаже специальное лезвие для пекарей, не факт, что оно будет суперудобное. Поэтому это тоже еще такой вопрос. Где у вас посмотреть, как делать закваску? Итак, еще раз, где у нас посмотреть, как делать закваску? У нас есть один, но очень надежный способ сделать закваску с нуля, с гарантией и с помощью. Это пройти у нас обучение. Обучение это самое простое, это не что-то, это не степень в академии, это не докторская диссертация, это очень простые видеоуроки. Вы смотрите вот так же меня или то, что я делаю на столе, повторяете за мной. Это обучение происходит онлайн, вы смотрите с телефона или с компа, повторяете, делаете, показываете нам, что у нас получилось. Вы также с этого телефона, с которого вы сейчас смотрите, присылаете нам фотку или видосик, и мы вам говорим, что корректировать. В итоге шаг за шагом мы с вами выстраиваем систему работы с закваской, с тестом на всех шагах и этапах, делаем вам ее понятно и встраиваем вам ее в голову. Именно на практике, сопровождая вас на практике. И в тот момент, когда у вас возникает вопрос, ой, а что это у меня вот здесь, а вот это вот так или вот это вот так, а мне кормить или мне не кормить, а что вот это значит, а как вот это исправить. Вот вы вот эти все вопросы задаете нам в обучении. Это у нас называется домашний курс. Соответственно, он разбит на несколько модулей в зависимости от того, какой набор хлебов вы хотите освоить. Опять же, это все можно подробненько прочитать у меня по ссылке в шапке профиля. Вот это и есть самый надежный способ сделать закваску, потому что именно там мы с вами в любом случае, что бы вы ни хотели, мы начинаем с закваски. Вы его водите под нашим руководством, под нашим сопровождением, доходите до готовой закваски достаточно быстро, легко и без той нервотрепки, которую вы бы получили, пойди вы там во всякие известные места, которых сейчас полно. Не поднимается пшеничный формовой из книги. Меняла почти все факторы влияния. Ну, поздравляю, я не вижу того, что вы делаете. Может быть, все что угодно, как бы поскольку я не вижу, я не могу вам сейчас ничего сказать. Я не вижу, что именно вы делали, что именно вы прочитали и не поняли. Или что именно вы прочитали, может быть, поняли, но не сделали. И самое главное, может быть косячная мука, а вы это не проверили. Подскажите, пожалуйста, насколько нужно увеличить время выпечки, если вместо одной буханки L7 пику две буханки L7. Если у вас не самая сдохшая духовка, если она более или менее мощная по градусам, то вам вообще ничего можно не менять. Если вы чувствуете, что вы поставили две и у вас прям не пропекается, ну добавьте пять минут на самом последнем этапе, этого будет вот так достаточно. Надеюсь, что можно тут другим отвечать на их вопросы, извините. Ну, пока вы не попались мне глобально, на самом деле я не очень люблю, когда человек, который сам не разобрался, лезет учить других. То есть, как бы это вот просто, ну, зачем это делать, да, то есть, если вы хотите, вы можете учить других, если вы хотите, но делайте это на своей странице тогда. В следующую среду эфир во сколько? Я еще не решила, я сделаю анонс. Примерно, я думаю, тоже так же по Москве ближе к вечеру. Когда пеку три буханки, корочка хрустит, когда закладываю сразу девять, корочка мягкая. Это от того, что духовка не справляется с большим количеством, падает резкая температура и долго нагревается. Ну, в принципе, вы в правильную сторону думаете. У вас просто меньше градуса и она просто менее слабая у вас. Просто, если это максимальные градусы для вашей духовки, значит, она для этого количества чуть-чуть слабовата. А если это не максимальные градусы, то тогда подбавьте жару. Сколько стоит онлайн-курс? Все варианты стоимости разных пакетов курса можно посмотреть у меня по ссылке в профиле. В целом, в зависимости от пакета, цены от 10 до 30 с чем-то там тысяч. Как можно усилить закваску? Правильным уходом? Просто правильным уходом она уже будет нормальной. По идее, если у вас все нормально с мукой, то дальше зависит уже все только от вас, собственно, от ваших действий. Правильная пшеничная мука это мука с держанием 12 грамм или есть еще на что смотреть? На то, как она работает, конечно, потому что на упаковке могут написать все, что угодно, а по факту, когда вы вместе, оно может не работать. Поэтому всегда конечность идеи это практика. Если у вас это все работает и получается, у вас может и на меньшем количестве белка получиться прекрасно. Может и 13 не работать, поэтому зависит, потому что там был какой-то косяк. Если вы хотите на стажировку, то пишите Антону. Наверняка, если вы такие слова знаете, то вы уже знаете, кто такой Антон, это мой муж, с которым мы делаем и курсы вообще все пекарское вместе. И, соответственно, пекарня тоже у нас была вместе, поэтому пишите ему. Могу здесь, кстати, тут сейчас у нас чат внизу его профиль указать. Вообще, если у вас, в принципе, есть какие-то вопросы по пекарне, по производству, по вот все, что выходит за пределы дома и домашней буханки, пишите Антону, читайте Антону, он на эту тему часто что-то рассказывает, и он вам будет очень полезен. Так, еще раз, сколько стоит курс? Еще раз, курс стоит очень по-разному, в зависимости от того, какой вы берете модуль. Если вы берете третий модуль, давайте я вам про модули вообще расскажу. Это не то, это не то, погнали. Что такое модуль? Что такое у нас курс? В общем, курс разбит на несколько модулей. Вы начинаете в любом случае с первого модуля, с первого шага, это сведение закваски. Мы с вами полностью прорабатываем весь этот процесс от а до я, с нуля. Мы также делаем с вами вместе всю подготовку. Это то, что обычно все упускают, когда говорят, а, типа, ловите рецепт, типа, сейчас я вам рецепт скину, и вы испечете. Ничего подобного. Там еще есть подготовка, помимо введения закваски. Мы с вами выбираем формочку для хлеба, мы прорабатываем все инструменты, мы смотрим, чтобы они у вас были, мы находим, где их купить, мы находим, чем их заменить, если вам их под рукой негде купить и так далее. То есть, это тоже важно. Мы с вами тестируем духовку, диагностируем, потому что все духовки разные, и на самом деле именно адаптация к вашей духовке имеет огромное значение. Мы также прорабатываем с вами ваши формочки, потому что разные формочки, разное количество, у вас может запороться результат просто потому, что вы как бы неправильно проработали количество. Там тоже есть свои формулы и свои азы. Мы их вам, соответственно, даем, и у вас это уже переходит в вашу подготовку и ваши базовые навыки. Дальше мы только после этого мы с вами переходим к первому хлебу. То есть, мы готовим закваску к тому, чтобы печь. Это отдельный процесс, который тоже проходит по определенным правилам. Если их нарушать, то у вас тоже самое будет кислый хлеб, или что-то еще, какие-то там куча других косяков. Мы делаем так, чтобы у вас их не было. Мы вам показываем, на что смотреть, по каким параметрам определяться, определять, что все у вас хорошо или что-то надо поправить. Дальше мы только переходим к замесу теста. То есть, мы с вами вот это все прорабатываем шаг за шагом, давая вам обратную связь на каждом из этих шагов, там, где она вам нужна. В замесе мы делаем, мы учимся его делать тоже пошагово. Мы учимся выверять консистенцию теста. Это очень и очень важно. Вот ваш популярный таракан, да, мне надо пощупать тесто. Вот как бы пощупать тесто, оно вам, если вы куда-то прийдете, оно вам ничего не даст вообще, потому что вы его пощупаете, вы еще не знаете, как его сделать, чтобы оно таким было, и потом уходите. Когда вы уходите, вы его не можете сделать таким же, потому что вы не знаете, как его сделать, чтобы оно таким было. Все. Вот. Здесь мы вам показываем, как это сделать и какое оно должно быть. И на большом экране На большом изображении вы прекрасно видите, какое оно должно быть Вы учитесь с этим тоже работать, это очень-очень-очень важно Вы в итоге понимаете, как это всё делать и как этим всем процессом управлять Вы эти процессы повторяете несколько раз, вы даже первый хлеб перепекаете несколько раз Я вас там очень сильно уговариваю это сделать и не отлынивать И перепекая его несколько раз, вы улучшаете результат Соответственно, с нашей помощью, потому что мы говорим, вот здесь вот вам убрать 20 градусов А вот вам, вот там, убрать 15 минут И у всех, у каждого человека эти рекомендации индивидуальны Потому что вы печёте на разной муке, на разных духовках, в разных вообще обстоятельствах И это всё ещё только продолжается первый модуль Дальше, мы с вами всё это анализируем и переносим на другие хлеба Таким образом, что получается, что вы проходите первый модуль, вы уже научились делать закваску Вы уже можете это повторить спокойно, кстати Это не просто, когда вам её дали и вы такие Что мне делать, я её сейчас потеряю, там, да, у меня что-то с ней произойдёт Не-не-не, вы понимаете, как это происходит, вы умеете, вы это щупали своими руками Вы умеете печь хлеб, вы умеете печь несколько видов хлеба И вы даже знаете, какой вам из них больше нравится То есть обычно на этом этапе у всех уже находится какой-то свой любимчик Какой-то свой любимый хлеб, который вы, соответственно, готовы постоянно есть и чаще всего печёте У вас в этот момент уже закрыт вопрос покупки хлеба в магазине То есть вы уже то, ради чего пришли, то есть заменить хлеб, понимать его состав, быть уверенным в составе Ну, конечно, получать удовольствие от процесса, да, то есть вы уже это получили Дальше, многим этого оказывается мало, поэтому есть второй модуль Если мы в первом занимались более простыми и понятными ржано-пшеничными хлебами То во втором мы делаем всё с белым тестом Белое тесто – это отдельная песня, которая более сложная И поэтому требует отдельных навыков, требует отдельного режима проработки Там всё готовится чуть-чуть по-другому, с кучей всяких нюансов Мы эти нюансы с вами проработаем во втором модуле Соответственно, всё то же самое, мы готовим опару, мы всё прорабатываем с белым тестом Мы учимся выбирать белую муку, это то, что вы пропускаете вообще всегда То, почему не получается и так далее Печём с вами очень-очень много хлебов, всяких разных И у нас ещё также есть третий модуль После того, как мы проработали с вами все хлеба белые Мы можем научиться готовить сдобное тесто Оно ещё сложнее, потому что там мы добавляем, соответственно, сахар, масло, яйцо, молоко Это всё сильно утяжеляет само тесто И получается, что оно не идёт на закваске просто так С ним тоже надо уметь работать И именно этому мы с вами учимся в третьем модуле Там печём пирожки, там печём всякие улитки, бургерные булочки, пироги Учимся делать это всё из одного универсального теста, если нужно как-то соптимизировать В общем, это всё уже в третьем модуле Собственно, примерно про модули это всё, что я вам хотела рассказать Так, про 12 грамм белка я ответила А, ну, собственно, как попасть в любой из вариантов обучения У меня по ссылке в шапке профиля Или скиньте запрос в директ на крайняк Так, 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 это я ответила В городе я ни в каком не нахожусь, мы работаем онлайн Онлайн — это значит, что вам никуда не нужно ехать Вы всё делаете, вы смотрите всё с телефона, как смотрите меня сейчас Делаете всё на своей кухне, по телефону, через сообщение Также получаете обратную связь Ну что, а вот, собственно, наверное, и всё Я так поняла, что я ответила на все вопросы, которые были Все, кто пришёл, я думаю, что получили свои ответы Здесь, в отдельной рубрике вопросов, никто не написал больше вопросиков Ну что, друзья, тогда мы с вами будем прощаться Моим бокам пожелаем припухнуть Я имею в виду вот этим Пожелаем им припухнуть и быть красивенькими, пышненькими, вкусненькими Вам я пожелаю пышной закваски и пышного хлеба Сильной закваски и пышного вкусного хлеба Если у вас есть непонимание, что делать с закваской Как оно должно быть И вот вообще, вот вы совсем только-только начинаете в этой теме Через неделю жду вас в среду на прямом эфире про закваску Если вы уже хотите не мучиться Если вы уже хотите получить результаты Если вы уже не хотите искать, там, лазить по интернетам Перебирать неработающие рецепты То я жду вас у нас в курсе Актуальная ссылка всегда у меня в описании в шапке профиля Ну что, пишите комментарии, ставьте лайки Всем пока!